Всем привет, вы смотрите канал Данила Кулеша, и в этом видео мы с вами снова поговорим про русскую Сири. Итак, поехали! Первое, про что бы хотелось сказать, это то, что именно сегодня Стиву Джобсу могло исполниться 60 лет, и почти в день его рождения выпустили Сири на русском языке. Первое видео про Сири, которое вы могли видеть на моем канале, было довольно-таки исчерпывающее, поскольку там я толком и не показал, как работает голосовой ассистент, и как ее заставить со мной говорить, я узнал уже ночью. Для установки iOS 8.3 Beta 2, в котором и появился голосовой ассистент на русском языке, кстати, для установки данной беты нужна привязка Audit, а если ваше устройство уже привязано к аккаунту разработчика, то вам нужно просто перейти по ссылке из описания к этому видео и скачать бета-версию прошивки. После установки, если Сири отказывается работать, как это было в моем случае, переходим в настройки, далее основные, идем в самый низ, сброс и сбросить все настройки. Перед этим рекомендую сделать резервную копию, хотя все ваши данные должны остаться. После перезагрузки и сброса настройок в 95% случаев Сири начинает работать. Я, собственно, уже все это сделал, поэтому давайте перейдем к тестированию голосового помощника на русском языке. Привет, Сири. Привет, Данило. Сколько сейчас времени? Сейчас 17 часов 17 минут. Напиши сообщение. Кому отправить это сообщение? Тим Кук. Хорошо, что написать абоненту Тим Кук. Привет, это сообщение написано с помощью Сири. Можно отправлять? Отправить. Хорошо, я отправлю его. Открой фото. Открой погоду. Разбуди меня завтра в 6.10. Будильник установлен на 6 часов 10 минут. Выключи Bluetooth. ОК, настройка Bluetooth выключена. Включить Wi-Fi. ОК, настройка Wi-Fi включена. Кто такой Тим Кук? Я думаю, вы можете найти эту информацию на веб-сайте Apple. Какая погода будет завтра в Киеве? Хорошо, вот погода для города Киеве наперед на завтра. Покажи, где я нахожусь. Вы сейчас в Киеве, Святошинский район. Напиши твит. Что вы хотели сказать? Данный твит был написан с помощью голосового ассистента Siri на русском языке. Вот ваш твит. Хотите отправить его? Отправить. Хорошо, отправлено. Покажи мне информацию про Стива Джобса. Надо подумать. Итак, вот что у меня есть. Отправь эмейл Тиму Куку. Кому нужно отправить это сообщение электронной почты? Тим Кук. Какой адрес эмейл получателя Тим Кук? Домашний. Мне не совсем понятно, что подразумевается под... Домашний. Какую тему создать для этого сообщения электронной почты? Никакой. Что написать в вашем письме? Привет. Вот ваше сообщение электронной почты адреса от Тим Кук. Готовы отправить его? Отправить. Хорошо, я отправлю его. Играть подкаст Данила Кулеша. Ищу. Перемотать на 30 секунд вперед. Перехожу вперед на 30 секунд. Запиши, пожалуйста, заметку. Что вы хотите написать в этой заметке? Как дела у Тима Кука? Создаю заметку. Заметка составлена. Спасибо. На здоровье. Сири, ты самый лучший голосовой ассистент на русском языке. Что? Правда? Да. Так я и думала. Вот так, собственно, работает голосовой ассистент Сири на русском языке. Ей всего лишь один день, но на своем уровне она уже довольно-таки показывает хорошие результаты. Если знаете какие-то смешные шутки, связанные с Сири, то напишите об этом в комментариях. И видите ли вы действительно полезный спрос на пользование данной функцией. Оценивайте данный ролик, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok